Брещанка Елена Николаевна одна из первых, кто пришел на вакцинацию. Она не понаслышке знает, что такое гриппа, потому позаботиться о своем здоровье решила заранее. Причин для такой спешки несколько. Это многолетняя привычка прививаться в прошлом женщина-педагог и непростая эпидемическая ситуация в стране. Я воспитатель в детском саду бывший, и у нас было принято, в общем-то, детям приходили делать прививки. Я всегда делала, ну и вообще в связи с обстановкой в такой стране. Я считаю, лучше сделать. Осень – пора, когда риск отправиться в двухнедельный больничный отпуск с ежедневным интенсивным лечением увеличивается в разы. Бороться с сезонными заболеваниями непросто, но одной из действенных мер, которая способна противостоять вирусу гриппа – вакцинация. К нам поступила первая партия вакцины. Это российская вакцина Гриппол из республиканского бюджета. Для вакцинации в первую очередь это людей с хроническими заболеваниями, для людей старше 65 лет и для медицинских работников. Со вчерашнего дня начали прививать, и сегодня уже активно прививаем именно эту категорию граждан в первую очередь. Правда, категория граждан, которым необходимо привить вакцину против гриппа, немного больше. Уже сегодня доктора обрезка городской поликлиники номер один говорят о предположительном количестве привитых граждан в 2020-м – около 19 тысяч. Но это только предположение. Спрос на нее растет, особенно в связи со сложившейся эпидемической ситуацией. Следует знать, что прививка начинает работать в течение двух-трех недель после проведения процедуры, а потому с этим процессом затягивать не стоит. Врачи не знают, поможет ли вакцина против гриппа избежать заражения коронавирусной инфекцией, но лишней она точно не будет. В этом году хотелось бы обратить внимание, с учетом нестабильной педобстановки по коронавирусной инфекции, коронавирусная инфекция – одна из респираторных инфекций, и ожидаемо, что в период роста заболевания ОРИ будет появляться большее количество случаев коронавирусной инфекции. И как мы видели то, что было в апреле-майе, вот этот сложный период, осложнения, которые были после коронавирусной инфекции, чтобы не наслоились осложнения от двух инфекций, от коронавирусной и от гриппа, по коронавирусной мы в ожидании специфической профилактики, пока вакцины у нас нет, а от гриппа есть вакцины. И чтобы не усугублять свое состояние здоровья осложнениями от двух инфекций, но здесь разумно, наверное, воспользоваться имеющейся возможностью и защититься хотя бы от осложнений от гриппа. Лучше всего делать прививку в сентябре или октябре, не дотягивая до того момента, когда рост заболеваемости заметно возрастет. Перефразировав известную фразу «скажем, привит – значит вооружен».